На протяжении всей своей тысячелетней истории русские, украинцы и белорусы оставались одним народом. Поэтому не случайно, что в стенах Рио провели круглый стол, посвященный вопросам изучения истории Украины. Среди участников – российские ученые, политологи, журналисты и, что крайне важно, эксперты из самой Украины. Напоминает об этом единстве и сегодняшняя дата – 368-я годовщина Переяславской Рады. После того, как Речь Посполитая начала политику насильственной латинизации и катализации, многие запорожцы с оружием в руках поднялись на защиту своей культуры и своей веры. В январе 1654 года Богданом Хмельницким была созвана Рада – собрание представителей украинского народа, которое приняло решение о воссоединении Украины с Россией. Конечно, об украинской идентичности 17 века говорить не приходится. Это была тоже русская идентичность. Страна наша после присоединения войска Запорожского с городами и землями получила по нашей же инициативе, по данным Мельницкого и его окружения, название «Малая Русь», и так она фигурировала в титуле российского царя. Неразделимо и культурное наследие наших стран. В Киево-Могилянской академии некоторое время учился Ломоносов. Общее литературное наследие Гоголя и Шевченко – оба, как известно, были людьми двуязычными, мыслящими в категориях малороссийской идентичности. Или Вадимир Даль – автор знаменитого словаря «Живого великорусского языка», родившийся под Луганском. В понимании того, что мы все – это Русь, что нас объединяет православие, наша общая история и этническая самоидентификация, мне кажется, это очень важная вещь, которую прекрасно понимали люди Украины в 17 веке. Вот хотелось бы, конечно, чтобы и в современной Украине это понимание вернулось. Впрочем, пока нынешняя ситуация на Украине, по мнению Сергея Нарышкина, напоминает государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации. И открывшаяся в Доме Российского исторического общества выставка «Нарушение прав человека на Украине» – наглядное тому подтверждение. После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война. И вот уже в течение более семи лет на Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляются образом Украины, как антироссией. Проект подготовлен неправительственной организацией «Фонд исследования проблем демократии». В основу выставки легли реальные истории людей, которые пострадали от действий киевских властей за последние годы. При этом сама Россия уже не раз заявляла, что максимально заинтересована в нормальных отношениях с Украиной. Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа. В тот же день Сергей Нарышкин принял участие в еще одной церемонии, посвященной памяти лидера кембриджской пятерки Кима Филби. Его личные вещи передали Залу истории СВР. В этом году со дня рождения легендарного советского разведчика исполняется 110 лет. Служба информации Фонда Истории Отечества. Фонда Истории Отечества Фонда Истории Отечества